Бессонница на радио Некрасов ТВ. Ночь с Евгением Некрасовым. Всем доброй ночи, это снова Евгений Некрасов и это уже третий выпуск Бессонницы. Ночь с Евгением Некрасовым продолжается, сегодня пятница 13 сентября 2013 года. Да, после такого громкого заявления, что я буду каждую ночь сейчас штамповать выпуски своей детективной истории в рубрике Радио Некрасов ТВ. Ночь с Евгением Некрасовым. Я вдруг внезапно пропал на неделю-другую и некоторые даже написали мне, мол Некрасов, ты вроде так громко сказал, а сам пропал после второго выпуска. Что, сдулся что ли? Нет, дорогие друзья, я не сдулся, просто у меня на днях было очень много съемок. На ютубе вы можете все посмотреть своими глазами. 5 сентября съемки были эксклюзив и 8 сентября эксклюзив тоже. В общем, смотрите, принимайте участие в обсуждениях, в общем, ну и не забывайте ставить лайки, дизлайки, кому как нравится. Ну а теперь продолжаем окунаться в детективную историю вместе со мной. Ночь с Евгением Некрасовым. Третий выпуск. Слушаем. Загадка черного фургона. Глава 3. Первые успехи. Следующее утро для сыщика началось опять с телефонного звонка. К телефону подошла Женина бабушка. Алло. Здравствуйте, а Женю позовите? Женя спит еще. Бабушке не дал договорить Жене и крикнул, что сейчас подойдет. Сейчас, Олежа. Он уже проснулся. Да, Олег, привет. Здоров. Я узнал, что в этой квартире. В 27-е что ли? Да, так вот, вне живет некий Чайко Виктор Степанович. Ну, понятно. А как ты узнал? Да, у нас вчера гости были. Они спросили, мол, почему у нас во дворе столько милиции много. Вот и завязался разговор о вчерашнем случае. А я взял и спросил, чья это квартира. Вот и все. Круто. И что сейчас будем делать? Жека, приходи ко мне. Дома никого нет у меня просто. Вот и обсудим ход наших дальнейших действий. Ну, ладно. Но не раньше, чем через 15 минут. Мне покушать еще надо. Женя положил трубку и пошел умываться. Затем он сел завтракать, а бабушка начала смотреть телевизор. После завтрака Евгений начал одеваться и собрался уже было уходить, как вдруг бабушка попросила сходить в магазин за хлебом. Ничего не оставалось делать, как тащиться в магазин. В ближайших магазинах, как назло, не было хлеба. И Евгению пришлось идти в самый дальний магазин. Только где-то в полдень сыщик пришел к своему другу. Тот обиженный сразу спросил, «Ты где так долго-то был?» Да, в магазин за хлебом ходил, а его, как назло, нигде не было. Друзья прошли в комнату, сели на диван и стали обдумывать план. «Олег, а ты не знаешь, что он один живет?» «Вроде, да. А что?» «Я вот думаю, что надо бы проследить за ним. Я имею в виду узнать, где он работает. Вот когда мы его узнаем, то и узнаем, зачем все-таки его ограбили». Друзья задумались. «Точно, а может ее вовсе не ограбили?» «О, точно, зришь в корень!» «Вдруг эти, ну, из фургона просто взломали замок?» «Да, да, да! Взломали замок и поставили квартиру на прослушку!» «А когда уходили, то все перевернули вверх дном!» «Как тебе такая идея, Олег, а?» От своей мысли ребята пришли в восторг. «Жека, сейчас мы просто так гадаем. Надо воплотить в реальность наше предположение. Следовательно, надо все-таки обязательно узнать, где этот человек работает». Пришел к выводу Олег. «Но сегодня и завтра нам явно не узнать». С огорчением произнес Женя. «Выходные ведь». Мальчишки еще долго слушали музыку, играли в компьютер, гоняли кота Степу по всем комнатам. Потом Женя сказал. «Олег, пошли на улицу, а то лето, каникулы, а мы тут дома сидим. А вот что-нибудь еще и разузнаем». Ребята пошли гулять. Женя вдруг вспомнил, что Марина, его сестра, просила купить чистые диски для компьютера. «Олег, давай сходим в какой-нибудь компьютерный магазин». «Сейчас, что ли?» «Ну, не знаю». «Да зачем тебе?» «Да блин, Маринка просила купить чистые диски». «Да ну, давай лучше погуляем». «Олег, помнишь, мы с девахами с какими-то познакомились по телефону?» «Ну да, а что?» «Слушай, ты не помнишь адрес одной из них?» «Там еще компьютерный магазин рядом». «Садовая, что ли?» «Да-да, вот, пошли на садовую». «И юные любители детективных приключений пошли на улицу Садовая». «Жека, а зачем мы туда вообще премся? Нам что, больше делать нечего?» «Я чувствую, что там есть что-то такое. В общем, меня туда что-то тянет». «Ха!» «Да-да, и причем очень сильно», – добавил Олег. Друзья рассмеялись. Они не заметили, что уже пришли. Олег посмотрел на своего друга и испугался. Женя стоял весь бледный и испуганный. Олег растерялся и спросил его. «Жека, ты что, заболел, что ли?» «Нет», – кое-как проговорил Женя. «Олег, смотри!» Олег поднял голову и ужаснулся. Перед домом по улице Садовая около третьего подъезда стоял тот самый фургон черного цвета. «Жека, а номер тот?» «С надеждой, что нет, спросил Олег». «Да!» Тихим голосом выдавил Женю. «Нифига себе!» «Им-то что тут надо?» Женя не сумел ответить, так как, увидев мужиков, полностью остолбенел. Трое мужчин вышли из подъезда и направились к своему фургону. Один был маленького роста и худощавый, в черной кожаной куртке и в синих джинсах. Другие двое были ростом выше первого, выглядели более накачанными, одеты были так же, только в черных джинсах. Подойдя к фургону, низкий мужик сказал. «Слышь, касай! Я забыл ключи, сгоняй обратно!» Олег и Женя уже подошли к третьему подъезду, здесь было очень хорошо слышно разговор мужиков. Женя, услышав про ключи, сразу же забежал в подъезд и остановился на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами. Олег понял, что друг хочет выяснить, где эти бандиты живут. И сел на лавочку. Косой пошел в подъезд и, увидев парня, сидящего на лавочке спросил. «Эй, парень! Есть захурить?» У Олега ёпнуло сердце. «Я не курю! И тем более я сейчас с отцом пойду в магазин, а если он увидит, что я вам дал сигарету, то мне потом сильно влетит!» Спокойно и рассудительно напрямую соврал Олег, который понял, что мужик его просто проверяет, так как одет, мужчина этот, богато. «Ну, бывай!» Попрощался мужик и зашел в подъезд. Косой остановился на втором этаже и стал ключами открывать дверь. В это время Женя, как будто идет в магазин, достал из кармана пакет, в который должен был положить купленные диски и начал спускаться вниз. Косой не обратил на парня внимания и, открыв дверь, зашел в квартиру. Около подъезда Женя уже заждался Олег, которому так было интересно узнать, что там нарыл Женя. Увидев веселое лицо своего друга, Олег понял, что операция прошла успешно. Ребята пошли быстрым шагом прочь с этого двора. «Олег, пошли в кафешку зайдем? У меня с собой есть пару рублей». «Круто! Да и у меня еще есть тоже деньги. Я хотел купить новый альбом Рамштайна, но думаю, да, потом куплю». И два закадычных друга зашли в кафе. «Кайф!» – восхитился Женя. «Ты лучше, Жека, расскажи про операцию, которую ты провернул в подъезде». И Женя передал все, что узнал. «Офигеть! Значит, этот? Ну, тот, который низкий, живет на садовой? В квартире под номером 46?» «Да-да, и на втором этаже. Сейчас нам надо узнать, кто они такие». «Так, а как мы это узнаем? Проследи?» «Вот именно, Олег! И это сделаем мы! У меня есть план!» «Какой?» «Я надеюсь, что не сегодня, а завтра они точно прикатят на наш двор». Женя сделал паузу и продолжил. «Мы с тобой зайдем во второй подъезд, поднимемся на лестничную площадку, между третьим, так, вроде и четвертым этажами». «Не, Жека, давай лучше на площадку между четвертым и пятым. Вдруг они захотят проверить, нет ли кого в подъезде». «Олег, ты гений, да, точно. Так вот мы послушаем их разговор. Точняк, мы же даже и узнаем их настоящие имена, а то клички в подъезде как-то не очень, тем более в нашем доме, могут вызвать подозрения». «Итак, план, если у нас теперь пошли домой, а то уже все съели». «Жека, мне вот одно непонятно, как мы вообще с этим ограблением столкнулись? Да и с этим фургоном? Ужас!» «Да, ведь только конец июня. Неизвестно, что будет в июле, в августе. Кстати, какие детективы без названия?» «Ты о чем?» «Так как это наше первое дело начали мы с тобой, Олег, правильно?» «Ха, ну да, Жека, и не томи. Че дальше-то? Че ты хочешь?» «Предлагаю название нашего типа назваться, типа частное детективное агентство. Дуэт». «Ха, дуэт? Да, вот круто звучит. Значит, мы тогда дуэт. Да-да, вот именно, Олег». Друзья рассмеялись во дворе, они немного посидели, поболтали, потом разошлись по домам, но договорились о слежке этим вечером. «Ночь с Евгением Некрасовым». «Некрасовым». «И вот третий выпуск нашей бессонницы подошел к концу. С вами я прощаюсь. Всем спокойной ночи». «А, ну и кстати, в общем, сейчас отвечу на присланный вами кем-то, кто-то написал мне на почтовый ящик «Некрасовтвсобакае1.ру». «И у меня поинтересовались, зарабатываю ли я на своем видео. Дорогие друзья, я на своем видео не зарабатываю, я просто развлекаюсь в интернете». Всем пока, с вами был Евгений Некрасов. Увидимся на следующей неделе, надеюсь, увидимся, услышимся, точнее, да, надеюсь, я найду время и уже расскажу, что же случится в четвертой главе «Супердетектива». Экшен только начинается. Всем пока.